Сегодня в Можелесе министр промышленности и строительства предложил изменить одно из основных требований при постановке нуждающихся в очередь на жилье. По мнению каната Шарлапаева, для того, чтобы получить арендные квадратные метры от государства, собственных у казахстанцев быть не должно в течение последних 10 лет. Эта норма уже вызвала немало критики со стороны депутатов. Все подробности в материале моих коллег. 649 тысяч казахстанцев нуждаются в жилье. Это официальная статистика, которую сегодня в здании парламента озвучил министр промышленности и строительства. При этом канат Шарлапаев заявил, мол, свыше 200 тысяч наших граждан покинут списки ожидания. Причины разные. Кого-то уже нет в живых, кто-то попал в очередь, не имея гражданства и прописки. Есть и те, кто претендовал на квадратные метры в других городах. Но больше всего поразил тот факт, что среди нуждающихся оказались те, у кого с жильем проблем нет. 90 тысяч людей – это как раз те люди, которые в течение пятилетнего срока уже являлись собственниками квартиры. Соответственно, они просто по закону не имеют право претендовать на государственную поддержку. Выступая на пленарном заседании парламента, министр предложил ряд поправок. В правительстве считают необходимым изменить одно из главных условий постановки на учет за счет увеличения срока отсутствия жилья до 10 лет. Требование коснется лишь новых претендентов на льготные квадратные метры. Об этой инициативе в кулуарах Мажелиса высказались депутаты. Это антинародное предложение. Пять лет достаточно. Мы должны держать баланс между еждевенчеством и действительно нуждающимися людьми. Мы тоже думаем, что нужно оставлять пятилетний срок. Десятилетний срок – это, конечно же, неприемлемо. А вот депутат Даулет Мукаев обратился к министру с вопросом о необходимости создания отдельной ипотечной программы для работающей молодежи. Но получил весьма резкий ответ. Если вы здоровый человек и способны работать, то вы должны копить себе на квартиру. Я понимаю, что у всех разные ситуации. Но с точки зрения государства, опять же, если мы будем приоритизировать детей инвалидов и людей, которые способны работать и зарабатывать, то, извините, я буду выбирать детей инвалидов. Несмотря на реформирование жилищной политики, сохранится очередность для многодетных неполных и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Последнюю категорию вовсе могут обеспечить возможностью бесплатной приватизации, говорят депутаты. Списки очередников пополнят и вдовы военнослужащих. Стоит отметить, что мажористмены продолжат обсуждение пакета поправок. При этом народные избранники не против передать всю базу очередников от базы банку. И те в будущем займутся распределением арендного жилья среди нуждающегося населения страны.